Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Снова отключение. Из-за дождя и ветра, без света остались жители нескольких районов республики. Дагестана. Оказались вовремя и в нужном месте. Полицейские Унцикольского района помогли водителю, которому стало плохо за рулем. Он стал почетным гражданином Махачкалы в 103 года. Ветерана Великой Отечественной Тагира Тагирова навестила делегация мэрии столицы. Дагестана. Четыре золота и два серебра. Победители чемпионата мира по тайскому боксу встретили в Махачкалинском аэропорту. Энергетики Дагестана из-за ухудшения погоды переведены в особый режим работы. Из-за дождя и порывистого ветра произошли локальные отключения электричества в Буйнакском, Кумтеркалинском, Кизлярском районах, а также в Махачкале и ее пригородах. В восстановительных работах участвуют 26 бригад энергетиков и 13 единиц спецтехники. На телефон доверия МВД поступило сообщение от жителя Махачкалы. Мужчина выразил слова благодарности полицейским Унцикольского района, оказавшим помощь, когда ему стало плохо за рулем. Ночью, побывав в гостях у родственников, мужчина возвращался домой в город, и у него резко ухудшилось самочувствие. С 6 числа я ехал с джигулиба в Махачкалу на своей машине. Мне по дороге очень плохо стало, в Семикале. Я остановился, позвонил. Я не знаю, куда позвонить, туда-сюда. Я решил позвонить 102. Позвонил 102, откликнулся дежурный. И объяснил, в каком положении я нахожусь. Он мне сказал, вы остановитесь, успокоил меня по дороге. Я остановился, как он сказал. И потом отправили за мной службу. Я не знаю, ну, приехали за мной. Они меня сопроводили до скорой помощи. В скорой помощи девушка мне помогла за то, что я очень благодарен. Потом приехал сотрудник тоже, он тоже там ждал, помогал мне. Отвез меня домой, чайку напавил. И ждал до конца, пока мои родственники приедут, и они меня забрали домой. На помощь водителю первыми пришли полицейские Магомед Азулаев и Джабраил Камилов в патрулирующий район. Сотрудники оказали ему доврачебную помощь. И в сопровождении инспектора ДПС Марата Магомедова оперативно доставили в больницу поселка Шамиль-Кала. Как выяснилось, у мужчины случился приступ астмы. Новогодние подарки детям коллег из Донецкой и Луганской народных республик подготовили сотрудники МВД Дагестана. Более тысячи подарков со сладостями и школьными принадлежностями получат ребята в канун Нового года. Благотворительные акции приняли участие министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов, его заместители, руководители подразделений, члены общественного совета и личный состав ведомства. В торжественной обстановке от здания регионального МВД автомашина с подарками взяла курс к месту назначения. В Ильтавском лесу на 600 деревьев может стать меньше. Об этом заявили на первом семинаре в рамках подготовки проекта по регенерации природной среды экосистема. Жители Махачкалы, эксперты-экологи, архитекторы, планировщики и представители мэрии теперь совместно будут работать над созданием природных парковых зон. К слову, будет измененный подход к работе с прибрежными территориями. Береговую линию более 4 километров от аллеи Героев-Медиков до Махачкалинской ТЭЦ очистят от сточных вод. Ильтавский лес и Каспийский берег, по мнению активистов, должны стать своеобразными природными парками, гармонично сочетающими возможность спокойного отдыха и сохранения ценных видов флоры и фауны. Махачкала – это самый проблемный город, испытывающий проблемы с личными сооружениями в России. Безусловно, из-за огромного количества населения, из-за строительства огромного количества незаконного и растущего населения. Эти проблемы накапливались и не решались. И ресурсов у города и региона на решение этих проблем нет. Этих денег, это десятки миллиардов рублей, просто нет. Но чтобы их получить, нужно первое – это заработать, теперь конспектную документацию. Второе – это то, наверное, с чем мы будем помогать, стараться донести до федерального органа власти, что Качкале нужны эти средства, и город готов не просто выполнить какие обыкак работы, он готов качественно выполнить эти важные мероприятия по решению экологических проблем. Касательно благоустройства, мы не говорим о капитальном благоустройстве, на самом деле, это сейчас, если говорить про набережную, идея города сделать небольшой кусочек, фрагмент набережной, ландшафтного, спокойного благоустройства, которое немножко вдали от взрослых реализационных вод, тем не менее, сможет привлечь внимание к проблеме набережной и привлечь к федеральному финансирую. В Махачкале участвовали доктора исламских наук Мухаммада Магомедова из Кахиба. Докторскую степень он получил в начале декабря, тогда в здании муфтията богословы оценивали местные и зарубежные эксперты. Исследовательскую работу ученый из Кахиба защищал на тему «Время наступления намазов в Дагестане». Диссертация составила 350 страниц исследовательского труда. От начала до конца, как научный руководитель прочитал его работу, он все, можно сказать, извлек из всех, из трудов всех ученых, ученых арабов и ученых Дагестана. Ничего не пропустил, можно сказать. Если по этому направлению, если кто-то хочет себе найти на свой вопрос, можно открыть его диссертацию и по листам посмотреть, он найдет на все вопросы ответы. То, что сегодня мы в Дагестане можем чествовать, восхищаться, радоваться тому, что у нас обучаются люмам до степени докторатуры и других степеней, конечно, в этом никто со мной не поспорит, что в этом заслуга нашего муфтия Ахмада Фанди, потому что он уже в муфтият, в духовное управление пришел человеком науки, человеком из Мадраса, и вся его деятельность как бы кружилась вокруг продвижения рима вообще в нашем Дагестане. Мероприятие проходило в ресторане «Сальва». Здесь собрались имамы, представители власти, научные интеллигенции и общественники. Поздравляли не только доктора наук, но и всех, кто приложил усилия для того, чтобы в Дагестане уровень исламского образования в республике повышался с каждым днем. Инициатором торжества выступила организация молодежь Шамильского района совместно с местным духовенством. Ветерану Великой Отечественной Тагиру Тагирову присвоено звание почетный гражданин Махачкалы. По словам сына фронтовика, по паспорту Тагиру Насрулаевичу 101 год, а на самом деле 103. Во время войны в документах была допущена ошибка. Именинника поздравили представители администрации города. Концертную программу подготовили артисты управления культуры. Боевой путь Тагир Тагиров начинал в пограничных войсках на границе Советского Союза и Финляндии. Фронтовик был ранен в обе ноги, числился в списке погибших. Дважды попадал в плен, а после освобождения отправился восстанавливать разрушенный Донбасс. Домой он вернулся только в 1947 году. Для подрастающего поколения ваш подвиг – пример того, как надо любить и беречь свою Родину. С глубокой признательностью благодарим вас за ваш труд и высокое чувство ответственности, проявленное в мирное время. Желаю вам, уважаемый Тагир Насрулаевич, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, любовью, вниманием и заботой близких и дорогих вам людей. Глава города Махачкалы – Салман Дадаев. Четыре золота и два серебра – таков итог выступления дагестанских тай-боксеров на чемпионате и первенстве мира в Таиланде. На родине триумфатором устроили торжественную встречу. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Курбан Рагимов. Улыбки и объятия родных. Новоявленных чемпионов мира встречают около сотни болельщиков. Для 18-летнего Гусейна Алиева золото в Бангкоке – дебютное в карьере и первое в истории хасавиртовских тай-боксеров. Весной Гусейн выиграл золото на чемпионате страны и теперь уверенно заявил о себе на весь мир. На родине тайского бокса Алиев провел пять поединков. Очень тяжелые были поединки. Мы с моим тренером Гаджимурадом Гиреевичем много работали. Я очень доволен тем, что именно у него тренируюсь. Очень благодарен ему за то, что он подготовил меня на этот турнир. Всего за награды в столице Таиланда боролись около тысячи спортсменов из 120 команд. Помимо Гусейна Алиева, лучшими признаны юниоры Шамиль Шахов и Гамид Исаев. В шаге от золота остановились Магомед Хан Ибрагимов и Али Алиев. А Гаджимиджидов из Кизляра поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира во второй раз. Я рассчитывал, что у меня будет полуфинальный, самый сложный, потому что я с этим спортсменом встречался в 2019 году в финале. Он очень сильный соперник, но мне, честно сказать, с ним было не так сложно в этом году боксировать. И в финале он мне выдался сложнее бой. В честь приезда героев чемпионата мира был организован митинг. Здесь с поздравлениями и пожеланиями к триумфаторам обратились представители Минспорта, Федерации тайского бокса и спортивных школ республики. Благодаря вам наша республика процветает. Все нашу республику знают, как спортивную державу уже каждый год, каждым разом наши чемпионы увеличиваются. И дай Аллах, чтобы всегда так и было. Но вот эти вторые места тоже были ближе к победе. Из-за этого расстраиваться не стоит. Говорю своим пацанам, ученикам. Завтра, послезавтра еще есть соревнования чемпионата мира и Европы. Будем готовиться лучше и будем выступать, как говорится, достойно. Награды дагестанских тайбоксеров помогли сборной России финишировать первой в общем зачете. Всего в копилке команды 108 медалей, завоеванные в шести разных дивизионах. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok